Пасмортомы Да, совершенно верно, я сегодня расскажу о пасмортомах, потому что счастье наступает после смерти. Да, в общем-то, это инструмент, который позволяет проделывать работу над ошибками достаточно эффективно, выжимать из этого максимум. Прежде чем я туда углублюсь, для начала немножко истории, что такое пасмортомы. Давным-давно на заре фотографии для того, чтобы получить хорошую, качественную фотку, нужно было не двигаться минут 20. А мертвые люди очень хорошо в том, чтобы не двигаться. Поэтому мертвых людей фотографировали. На самом деле причина для этого была такая, что это не сейчас, наклацать, пока губы красишь 20 селфиков. Очень часто близких не успевали запечатлеть на фотографии при жизни. Когда человек покидал этот мир, его родные хотели как-то оставить память о нем и, в общем-то, фотографировали. Существовали целые ателье, там, подставки для того, чтобы человек стоял, в общем-то, их там гримировали, все. А, в общем-то, это была целая культура постмортемов. И на лурке даже есть игра, вот это выглядело примерно так. Описывается игра, которая называется «Угадай, кто на фотке покойник». Иногда, иногда, да, иногда это не очень просто понять. Но, да, экскурс закончили. Давайте поговорим немножко о том, что вы делаете, когда происходит проблема, после того, как паникуете. Да, на моих виркшопах чаще всего называют, наверное, вот примерно такие вещи. То есть, это починить, потом проанализировать, что же произошло на самом деле, почему это произошло, принять какие-то превентивные меры, ну и потом уже вернуться к работе, к той работе, от которой нас отвлек глобальный факап. Это здравый смысл. Это все звучит на практике, но на деле здравый смысл не всегда равняется общей практике. Как происходит на самом деле очень часто? На самом деле очень часто проблема возникла, ба-бах, что-то упало, сервер умер. Мы ее починили, не всегда, но бывает, я работал в таких командах, когда там нашли виноватых, выпороли их публично, а вернулись к работе. Скажу буквально пару слов, почему плохо искать виноватых. Ну, потому что это как бы ничего вам не дает, то есть, ну, кроме удовлетворения от того, что свалили вину на кого-то другого. Потому что, во-первых, единственный человек, который никогда не ошибается, тот, кто ни черта не делает. Вот такие люди, они, да, они всегда правы. А плюс, если в компании существует культура наказания, то страх ошибки парализует и не происходит ничего. Потому что люди что? Люди не хотят ошибаться. Для того, чтобы не ошибаться, они ничего не делают. Они play safe. То есть, они действуют только так, чтобы, ну, в общем-то, если что не накосячить, вот, а еще может появиться культура прикрывания своей задней. Есть еще один нюанс, почему, в общем-то, бессмысленно устраивать охоту на ведьм, потому что сложные системы ломаются. Моя любимая история о том, что когда-то на Reddit задали вопрос, какой самый большой ущерб нанесли строители в IT-инфраструктуре. Вот, и там топовым ответом было то, что чуваки снесли не то здание. То есть, им нужно было снести здание, как бы это здание там пометили маркерами, стикерами, там, краской. Вот, они почему-то снесли здание через дорогу. Все хорошо, но в этом здании был, как бы никто не погиб, все нормально. Вот, но в этом здании находился автоматизированный дата-центр. То есть, представляете, да, как бы, если есть задняя администрация, ночью вам приходит, значит, на пейджер смс-ка, типа, чувак, дата-центр упал. Ты одеваешься, как бы, едешь, ну, свет выключился, сейчас приедем, починим, там, генератор резервный запустим, и так, здания нет. Вот, ну и, наконец, моя любимая цитата из книжки Дао Тойота. Ошибки случаются, потому что существующий метод допускает их возникновение. Это не значит, что я считаю, что есть метод, который не допускает возникновение ошибок. Это означает только то, что если ошибка случилась, то мы, наш существующий метод или процесс, можем немножко подправить, чтобы конкретно эта ошибка больше никогда не произошла. Я уже говорил о том, что очень часто после того, ну, как это вообще работает, мы сидим педалем, 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 ба-бах, свалился сервер, мы его подняли, там, что-то там перезапустили, ребутнули, вот, и снова дальше педалем, 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 педалем. Но, если остановиться и подумать, то можно задать себе интересные вопросы, на которые было бы полезно получить ответы. Например, а что же было истинной причиной того, что вот оно все завалилось? Починили ли мы именно эту причину или мы починили только симптом? То есть, если у вас поднимается температура до 40 градусов, вы можете бахнуть парацетамольчику, она снова вернется в нормальную, как бы, ну, и можно считать, что все хорошо. Но, наверное, стоит там как-то сделать какие-то анализы и подумать, что может быть там антибиотиков. Еще очень классно подумать о времени, которое потратили на эту проблему. То есть, как быстро проблему обнаружили? У нас было такое, что у нас несколько часов просто не ходили имейлы, не отправлялись транзакционные имейлы, вот, и мы это заметили случайно. Ну, вот, потому что наша система как-то не была готова к тому, что мейл-сервер вдруг скажет, у вас закончилась квота на имейлы. Дальше, как быстро взяли проблему в работу и был ли пинг-понг? Между, ну, знаете, как-то бывает, ой, это не наша проблема, это эти должны чинить. Не-не-не, это не мы, это, к врачу, вообще не наша зона ответственности. Наличие пинг-понга обычно обозначает вот как раз размытые зоны ответственности, когда непонятно, кто, 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 кто за что отвечает, вот, и кто, чем должен заниматься. Как долго проблему чинили, тоже бывает полезно подумать. Ну, и, конечно же, как проблему предотвратить. Если проблему предотвратить невозможно, как снизить ущерб, чтобы в следующий раз она нас стукнула не так больно. И сколько времени, усилий, денег и прочего мы хотим и можем и готовы потратить на предотвращение этой проблемы в будущем. Собственно, посмертный анализ, они же посмортимы, это инструмент, который позволяет как раз сесть, в относительно спокойной обстановке проанализировать и ответить на эти вопросы. Эта штука, для меня это часть цикла Kaizen, тот же PDCA. Plan, do, check, adapt. Часть непрерывного цикла обучения, совершенствования и улучшения. Она, если применить ее правильно, позволяет избежать повторения проблем. То есть, грубо говоря, на грабельки вы наступили, вы эти грабельки, не знаю, аккуратно обставили флажочками, пометили чем-нибудь ярким, и больше туда не ходите. Ну, или убрали грабли в сарай, тоже бывает полезно. Не разбрасывать их по полю. Кроме всего прочего, применение этого инструмента регулярно позволяет построить базу знаний, которую можно использовать, во-первых, для себя, чтобы... О, мы же эту проблему чинили недавно, да? Или похожую проблему чинили, давайте пойдем посмотрим, как мы ее починили. Этой базой знаний можно делиться с другими командами, с соратниками. Ну, можно, конечно, не делиться, оставить ее только для себя. И, наконец, это очень сильно добавляет прозрачности к тому, как вы работаете. Для тех людей, которые, собственно, от этой вашей проблемы пострадали. Там, ваши кастомеры, допустим, да? То есть, как я уже сказал, проблемы... Ну, мы сейчас говорим о продакшене. Они будут происходить. Они будут происходить, черные лебеди будут прилетать, рушить вам системы, выключать свет в дата-центрах, будут выстреливать кейсы, о которых вы не подумали. И если вы... То есть, вот что-то случилось плохое, пользователь страдает. Вы такие, мы починили, восстановили операцию. Окей. Первый раз – хорошо. Второй раз – мы починили, восстановили ситуацию. Если вы отвечаете так, и проблемы достаточно редки, то есть определенный кредит доверия, есть определенное терпение. И это будет срабатывать какое-то время. Но если вы не будете коммуницировать, что конкретно произошло, что вы сделали для того, чтобы починить, что вы сделали для того, чтобы это не произошло больше никогда, со стороны будет казаться, что вам реально пофиг. У вас повторяется все время одна и та же проблема, и вы, короче, мучаете пользователей. Я заткнулся, потому что подумал, могу ли я использовать абсцентную лексику здесь, наверное, не буду. Вот. Как я уже сказал, расшарив большое количество деталей о том, почему эта проблема произошла, вы строите доверие. И вы демонстрируете, что вам не все равно, и что вы действительно там работаете над тем, чтобы ваша система падала как можно реже. постмортум – это достаточно популярная штука. Их очень много публичных. Вот в этом гитхабчике создано просто невероятное количество вещей, которые были опубликованы после того, как проблема произошла. Ее починили. Вот. И это же используется у нас в компании тоже. Основное назначение этого инструмента заключается в том, чтобы снизить ущерб от ситуации, которая привела к проблеме в следующий раз, желательно до нуля. Не всегда это получается, но часто можно. Когда это может не получиться? Это может не получиться, например, если ваша система зависит от какого-то третистороннего сервиса, сильно зависит, и вот этот сервис периодически отваливается. Вы можете, конечно, там настучать по башке, прийти с контрактом, размахивая SLA, там наказать их, прочее, 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 но он будет отваливаться так или иначе. Вы на него не влияете. Что вы можете сделать? Вы можете сделать свою систему максимально устойчивой к падениям этого сервиса, чтобы был какой-то автоматический фоллбэк, чтобы там все ваши системы мониторинга начинали орать, а этот сраный сервис опять отвалился, чтобы там как можно там, не знаю, им в саппорт автоматически отправлялось письмо. Ну, в общем-то, каким-то образом вы можете минимизировать этот самый ущерб. В общем-то, ущерб можно снизить двумя способами. Первый способ – это превентивные меры, которые позволят эту проблему избежать. Второй способ – это минимизация времени от возникновения проблемы до ее разрешения, до восстановления нормального функционирования. Потому что каждая минута, когда проблема не решена, капает счетчик, он считает, как бы компания теряет деньги. Немножко о структуре анализа, и я начну с конца, чтобы было немножко понятнее, зачем именно такая структура. Как я уже сказал, самая главная, так сказать, вершина эволюции – это превентивные меры. Для того, чтобы превентивные меры были эффективными, нужно понять корневую причину. Для того, чтобы понять корневую причину, нужно восстановить ход событий. Нужно собрать информацию, что было зачем с темпами и прочими штуками. Я остановлюсь на этом подробнее. И, опять же, нам нужно оценить ущерб. Потому что, если какая-то проблема вдруг… А вот она возникла… Знаете, как бывает? Когда возникла какая-то маленькая проблемка, которая стоила компании, реально, не знаю, 10 долларов, но ее заметил SEO. Крику много. Очень, очень много крику. Но по факту эти 10 долларов можно списать и пойти дальше. Потому что эти 10 долларов, они не стоят даже вдумчивого анализа этой проблемы, потому что будет потрачено больше денег на то, чтобы собрать 5 человек в комнате, и они час поговорили о ней. Здесь есть, в этих 10 долларов есть тонкий момент, о котором я вот прямо сейчас и расскажу. Тонкий момент заключается в том, что кроме прямого ущерба, то есть, не знаю, там, компания недополучила какую-то прибыль, или отправили 5000 бумажных писем вместо одного. В общем-то, а каждое бумажное письмо стоит, там, доллар. Раз взяли 5000 долларов, слили в унитаз. Кроме прямого ущерба, есть еще и непрямой ущерб и потенциальный. Потенциальный ущерб может быть, например, у нас как-то пропал подвал с главной странички customer-facing веб-сайта. Ну, знаете, вот этот футер, который никто никогда не читает, во всяком случае я. Но там есть ссылки на публичную аферту, там есть контакты, там есть бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот он пропал, его там не было какое-то время, пока мы это заметили. И прямого ущерба, по сути, не было. Прямой ущерб нулевой. Но потенциальный ущерб от пользователя, который, там, не знаю, обижен или сильно хитро-желтый, и который, ага, нету футера, нету публичной аферты, в суд тыдыщ-тыдыщ, штраф на много тысяч евро. Это потенциальный ущерб, поэтому после того, как мы эту проблему, в общем-то, обнаружили, у нас появились меры для того, чтобы она к нам не пришла. Ущерб оценивать, когда вы анализируете проблему, лучше в бизнес-вэйли. Лучше всего в деньгах, может быть, там, в KPI-компаниях, в общем-то, в терминологии, которая понятна бизнес-людям. Почему? Потому что, когда вы заговорите о том, что для того, чтобы проблема не повторилась, вам нужно сделать то, 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 то и то, потратить там, не знаю, человека месяц на нее и закупить еще новых серверов? Если вы просто придете и скажете, вам скажут, да, да, а, а вам же еще надо ее приоритизировать, потому что, как бы, ну, есть же там бизнес-задачи, там новые фичи, вот это вот все. и он скажет, да, 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 конечно, конечно, сделаем, да, ну, когда-нибудь потом. Или не сделаем. А если вы придете с тем, что нам нужно сделать вот это, вот это и вот это, купить новых серверов, потратить человека месяц, для того, чтобы в следующий раз компания не потеряла эти, там, 20 тысяч долларов или, там, 200 тысяч долларов, то это воспринимается немножко по-другому. Собственно, поскольку мы говорим про бизнес-вэлью, ущерб лучше спрашивать у бизнес-людей. Там у отдела, не знаю, там, маркетинга, ну, кто у вас есть там в компании. И это, естественно, должна быть примерная оценка, потому что, ну, иногда можно сказать, что мы потратили, там, 1351 доллар 77 центов, вот, но чаще всего нет. Поэтому там примерно, плюс-минус, хотя бы до порядка нужно эту штуку прикинуть. После того, как ущерб проанализирован, и стало понятно, что, да, он значим, и что, да, то есть, вот этот вот анализ, он может остановиться на оценке ущерба. Если мы понимаем, что там один пользователь 10 минут не мог залогиниться в свой кабинет, ну, хрен с ним, с одним пользователем, спишем на статистическую погрешность. Не, ну, конечно же, пользователи мы любим и ценим. Да, так вот, после того, как стало понятно, что, да, проблема стоит того, чтобы ее анализировать, пора переходить к следующему шагу, к реконструкции событий. Реконструкция событий – это просто перечисление ключевых моментов в процессе решения проблемы. Это должны быть только факты, никаких домыслов, потому что, как только в реконструкции появляются домыслы, сразу же вылазит хайнцет-байес, о котором я поговорю чуть позже. И эта реконструкция, она должна иметь достаточный уровень детализации. Что такое достаточный уровень? Есть два полюса. Первый полюс – 17.0 проблему обнаружили, 17.30 проблему починили. Полезно? Не полезно. А другая крайность – это когда все расписано там до секунд, там Вася получил на себя тикет, пошел попил кофе, поговорил с тем, поговорил с тем, поговорил с тем. И у нас в результате 50 пунктов, которые в целом, наверное, как бы и полезны кому-то, но пока вы дочитываете их до конца, вы уже забыли, что происходило в начале. И это тоже не очень помогает при анализе в дальнейшем. Хайнцет-байес. Потом, я надеюсь, организаторы пошарят презентацию. Видите, это ссылочка. Она ведет, по-моему, на Википедию. Что такое хайнцет-байес? Украинская Википедия называет это «повзучий детерминизм». Это такая штука, знаете, как бы… Так это же было очевидно. Или там… А я знал с самого начала. То есть это же было очевидно, что вот конкретно этот кусок кода надо мониторить. Это сейчас очевидно, потому что мы знаем, что в этом куске кода возникает проблема. А тогда это было неочевидно, или мы были заняты более приоритетными задачами. Итак, хайнцет-байес – это такая очень забавная штука, один из багов человеческого мозга. И о нем нужно очень помнить. И, в общем-то, на этапе реконструкции от него достаточно просто избавиться, если действительно формулировать только факты. После того, как информация собрана, события восстановлены, можно переходить к анализу корневой причины. Для анализа корневой причины очень хорошо работает метод «пять почему». Кто с ним знаком? Очень важно корневые причины анализировать без обвинений. Это должен быть блеймлесс. По причинам, которые я озвучивал раньше. Будете блеймить людей, они будут бояться что-то делать. И вот здесь хайнцет-байес очень-очень классно вылазит. Типа, блин, ну что эти админ, они не знают, ну это каждый школьник знает, что так надо делать. Ну, каждый школьник знает, а почему-то этого не произошло. И лучше проанализировать, почему этого не произошло на самом деле, чем исходить ядом о том, что там моя бабушка, в общем-то, делала это еще в 60-м году. «Пять почему» – это техника, которая пришла к нам, как и многое другое из Toyota Production System. Описана она была в Toyota. Она о том, что мы задаем вопросы «почему», пока не дойдем до… короче, пока они не закончатся. То есть, когда вот к какому-то факту не закончатся ответы. Точнее, пока вот к определенному факту не захочется задать вопрос «почему еще один?». «Пять почему» она называется потому, что зачастую вот пяти этих самых вопросов достаточно для того, чтобы, в общем-то, понять корневую причину. Она может ветвиться, извините. Она требует определенной практики. Мой любимый пример на «пять почему» – это потому, что памятник Линкольну разрушается быстрее, чем ему положено по ТТХ, по характеристикам. Почему? Потому что его очень часто моют жесткими абразивными средствами. И тут-то можно остановиться, и чаще всего тут и останавливаться, и как бы вывод – «А, окей, используем менее абразивные средства». Но можно задать вопрос, а почему его так часто моют жесткими абразивными средствами? Да потому что на нем птичьего говна, простите, намного больше, чем обычно. А почему на нем много больше птичьего помета? Да потому что птицы прилетают кормиться жирными пауками, которых очень много на этом памятнике живет. А почему так много жирных пауков на этом памятнике? Да потому что, когда вечером включают освещение, туда слетается очень много мошкары, и у пауков каждый вечер, да еще и каждое утро, просто пир, еда до отвала, поэтому они там селятся и жрут эту самую мошкару. А почему мошкара туда слетается? Ну потому что свет освещением вот так вот построен. И тут уже выводом может быть, а давайте мы как-нибудь перестроим график освещения, там будем включать подсветку чуть позже, когда там мошкары уже меньше, или может быть мы переставим прожекторы так, чтобы самая яркая точка находилась в стороне от памятника, ну в общем-то тут тоже можно... Мы от разрушения памятника пришли к комарам и освещению. Вот по этой ссылочке будет намного больше информации о том, как эту штуку применять и чем она полезна без обвинений. Прочитайте, пожалуйста, эти три утверждения и скажите, в чем между ними разница. Вася гад. Первое утверждение – это констатация факта. Его можно там... И стоит, наверное, сформулировать этот факт чуть-чуть помягче. Вот. Просто если его формулировать чуть помягче, он на слайд не влезет. Но, грубо говоря, то есть там... Ну, это безоценочное осуждение. Да просто факт. И очень часто считается, что когда говорят blameless, это означает, что, например, нельзя называть имен. И мы сформулируем, что в репозитории был закомичен код с багом. А это тоже не очень помогает, потому что очень сильно зависит от того, кто, собственно, этот баг туда воткнул. Но здесь нужно быть аккуратным, потому что даже вот такая констатация факта может вызвать определенные эмоции у Васи. Он встанет в защитную позицию, начнет отбиваться, говорит, да это вы тупые. Ну, то есть Вася может додумать вот эту вот часть. Он может все понять. Бедный Вася. После того, как мы догопались до корневой причины, а тут, кстати, есть тоже момент, что в раскопках корневой причины нужно где-то остановиться. Потому что если мы дойдем до того, что нам нужно переписать IP-стэк, ну, я не знаю, можно ли с этим что-то сделать. В общем-то, превентивные меры – это то, ради чего задумывалось все. И микрофон уже скоро мне залезет в глаза. Вот. Они о том, как предотвратить проблему, как среагировать быстрее, и как, в конце концов, минимизировать ущерб. И вот здесь как раз очень полезна оценка ущерба, потому что усилия по предотвращению проблем в будущем, они должны соответствовать ущербу. Ну, просто потому, что это травы-смысл, во-первых, а во-вторых, иначе в это бизнес не продадите. И в превентивных мерах очень важно фокусироваться, в первую очередь, на том, что вы можете изменить сами. Я уже приводил пример с внешним сервисом, который отваливается. Можно, опять же, написать там большими буквами, заставить внешний сервис не отваливаться. Вам-то поможет? Нет, вам-то не поможет. Вам поможет наличие фоллбека, вам поможет система раннего обнаружения, то есть те вещи, которые в вашем влиянии. Конечно же, часто бывает, что на митинге, посвященном анализе проблем, человек, которого стоит вовлечь в превентивные меры, не присутствует. Ну, забыли позвать, не подумали. В таком случае можно, конечно, сделать на него тасочку в джире. Вася должен сделать то-то бедно. Но накидывать работу на людей без их ведома, это не очень красиво, особенно если вы не их начальник. А во-вторых, Вася может знать лучше, что нужно сделать. Потому что если вы понимаете в какой-то момент, что проблема у вас там с автоматическим тестированием, от сиропщика вы не позвали, потому что вы даже не подозревали, что там эта проблема есть, то вы, конечно, можете сделать у них в проекте таску, переписать нафиг все автотесты. Но, наверное, лучше поговорить с ними и узнать, как лучше всего эту проблему решать. И тут есть два варианта. Вариант первый. Вы можете остановиться, пойти позвать автотестировщиков, рассказать им всю ситуацию и продолжить. Но это обычно очень сильно затягивает процесс. Лучше в качестве, опять же, такого action point записать себе, поговорить с автотестировщиками о том, как эту проблему битигировать лучше. Кстати, о записывании. Вот эти все вещи лучше всего оформить в какой-то результирующий документ, который вы можете использовать потом как базу знаний, который вы можете пошарить со всеми. Его структура может быть либо органической, то есть вы просто перечисляете, вот был такой ущерб, вот так вот все происходило, вот мы проанализировали корневые причины, они были такими, и вот превентивные меры. То есть вы можете рассказать это в виде истории. Это не всегда классно работает, потому что для человека вот это самое важное. Ну, ему нужно пройти через весь документ, а если вы хотите этим поделиться с какими-то очень занятыми людьми, они не поблагодарят вас за такую штуку. Альтернативным вариантом может быть пирамидальная структура. То есть когда вы начинаете с самого важного, вы перечисляете, то есть у вас есть заголовок проблемы, вы перечисляете вот такие вот превентивные меры. Человеку, который будет читать ваш документ, может быть достаточно того, что вот есть проблема, вот эти превентивные меры, окей, если он там не убежден, он может пойти на пункт ниже и посмотреть оценку. И в целом, опять же, человеку, например, нетехническому вот этого всего ему, скорее всего, неинтересно. Он примерно себе прикидывает, сколько там займут превентивные меры, понимает, сколько мы потеряли и говорит, а окей, все, пока делаем. Вот, опять же, но при этом человеку, которому интересно, он может пойти еще дальше, почитать про корневые причины, почитать, опять же, про анализ корневых причин и потом уже, если уже ему совсем интересно, посмотреть, что, собственно, происходит. Это такой чит-шит, который тоже будет у вас в презентации, который у меня вот тут есть на столе. можно будет подойти, подойти, потом взять. Что еще здесь можно рассказать? Ну, у меня, наверное, все. Да, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ